киберпреступления растут как справиться с ними об этом узнаем здесь и сейчас мой собеседник заведующий кафедрой кибербезопасности одесского университета внутренних дел карен избаевов здравствуйте здравствуйте почему кибернетическая преступность растет прежде всего конечно преступность растет именно тогда когда есть спрос и почему есть спрос если взять украину то у нас очень много талантливой молодежи у нас очень сильные политехнические университеты практически в каждой области они выпускают довольно такие качественные продукты я имею ввиду людей которые и одаренные и и имеют хороший пакет базу подготовки но наши государственные структуры не имеют таких посад которые их удовлетворят прежде всего материально это первое второе данная тенденция не характерна только для украины она и как мировая идет то есть во всем мире данное данные преступления по статистике растут и реакция правоохранительных органах также возрастает мы ведем к тому что уже можно оставлять заявление о совершении данного вида преступлений на официальных сайтах например такой сайт как департамент киберполиции украины национальной полиции и разработали определенную форму на официальном сайте форма обращения граждан можно вот внизу сайта подать электронное заявление прочитав памятку и ознакомившись не нужно продолжить работу здесь необходимо выбрать регион проживания ну так как мы в одессе выбираем одессу и здесь у нас идет необходимо выбрать определенную категорию преступлений мы видим категорию преступлений которую мы можем подать заявку прямо в онлайне то есть это и по поводу интернет магазинов интернет площадок интернет сайты следующая когда вы выбрали определенную категорию преступлений необходимо заполнить форму личные данные здесь необходимо указывать все свои данные как они в паспорте и так далее после этого идет отправка данного сообщения и моментальная реакция причем нужно здесь отметить что направляется это напрямую в департамент киберполиции которая находится у нас в киев в киеве то есть центральный подразделение данной данных которая именно с ними и борется с этими преступлениями почему хорошо что сразу департамент знает здесь нету никакой и потом тех вещей которые могут связаться там укрывательство преступлений то что чем могут заниматься на региональном уровне то есть департамент знает и уже спускается все по структуре вниз также делается хорошая статистика у них есть динамика по различным областям динамика как для криминального анализа довольно таки интересная то есть одесса киев харьков днепропетровск это те областя которые постоянно попадают в поле зрения преступников почему именно эти областя наверное потому что как раз здесь сосредоточены большая часть предприятий большая часть каких-то банков государственных структур и так далее если взять приграничные это одесса херсон и донецкая область харьковская область то у нас в стране конфликт поэтому там наблюдаются преступления связанные с вбросом информации которая подрывает территориальную целостность украины которая ведет к саботажу которая сеет панику среди населения и так далее в этом направлении также работает наш университет мониторинговая группа курсантов мы получая задачу от департамента напрямую работаем с и выявляем такого рода аккаунты в всех социальных сетях как будь то в фейсбук и будь то контакт или одноклассники из недавнего то что поступила задача и те взрывы которые имели несчастью быть на нашей территории когда рвались склады боеприпасов здесь уже ясно было что в информационном поле также был подрыв и сеялась паника вот мы наряду с киберполицейскими также находили те аккаунты те социальные связи по которым проходила манипуляция можно сказать населением три правила первое заявление о кибернетическом преступлении можно подать с помощью официального сайта второе преступники ориентируются на приграничной области третье важно знать с помощью соцсетей могут сеять панику мы продолжим разговор о безопасности в других передачах берегите себя а